Весенний форум Время кино Во-первых, важна насмотренность, важно понимание своей аудитории и, безусловно, важно все-таки, ну это очень банально, это очень пафсно, но бесконечно любить кино, потому что если увидеть в фильмах только развлекалого, ну вы не сможете об этом писать. Это просто нужно приходить в кинотеатр и вот с головой куда-то погружаться в экран, потом выходить из него, и вот тогда получаются тексты. Иначе никак, если вы не любите кино, вы не имеете права писать о кино. Сейчас новая информационная площадка, в которой можно сформировать свое новое. И по словам Вероники Скурихиной, это можно добиться путем противоставления себя другим, тем самым создавая новые тренды. Если сравнить кинообзор, каким он был лет 10 назад и сейчас, это совершенно разные вещи. Создавая новый информационный продукт, он актуален только здесь и сейчас. Главное, нужно выбрать то, в чем вы хотите разбираться, и прежде всего думать о своей аудитории. А в чем различие кинообзора от кинокритики, рассказал Евгений Майзель. Какие-то исключающие или противостоящие друг другу занятия, потому что в качественном обзоре обычно есть такая вещь, как классификация фильма, встраивание ее в какой-то контекст, разговор о какой-то предыстории фильма. В сущности, все это вполне занятие критика. Студентам был представлен фильм «К чуду», после которого, общаясь с кинокритиком, провели анализ. Это работа большого мастера. Это работа мастера, о котором часто говорят, что он очень герметичен и сложен для понимания. И я выбрал фильм, который, с одной стороны, многие уже успели подзабыть, а кто-то, может быть, и не видел. Именно потому, что этот фильм считается не очень удачным. И он считается довольно таким туманным, довольно непрозрачным, не очень понятно, что режиссер хотел сказать. Именно поэтому мне показалось интересным разобрать этот фильм, потому что, как мне кажется, он гораздо яснее, чем кажется. Елизавета Ютифеева, Роман Самарин, Ленар Довлетяров, Универньюс.